Привет! Это вторая часть выпуска, где мы говорим о видах лакокрасочных материалов. Если вдруг вы не смотрели первую часть, то я настоятельно вам рекомендую вначале посмотреть ее, а потом уже вернуться к этой. Как я и обещал, в этой части мы с вами рассмотрим довольно специфические виды лакокрасочных материалов, о которых по моему опыту немногие слышали даже из тех, кто работает в сфере лакокрасочных материалов. Итак, начнем. Шоп-праймер или межоперационный грунт. Это один из видов грунтов, необходимый для того, чтобы защитить от коррозии прокатный металл или заготовку металла на короткий срок, обычно не более одного года. Согласно производственным стандартам, период между струйной подготовкой поверхности и ее окраской составляет от 2 до 16 часов. А порой у некоторых предприятий физически нет возможности уложиться в такой короткий срок. Поэтому прокатный лист металла при поступлении на завод сразу же отправляется в струйную камеру, где его очищают и затем сразу же окрашивают шоп-праймером. А дальше уже эта заготовка или металл отправляется в длительное путешествие по цеху или порой даже можно его просто вывести на хранение на улицу. Основные характеристики, которыми должен обладать шоп-праймер. Высокая адгезия, возможность наноситься тонким слоем, быстрая сушка, так как изделие необходимо сразу перемещать после окраски. И самое главное, грунт должен позволять проводить сварочные работы. То есть не должно быть большого обгорания вокруг сварного шва и также не должно нарушаться его качество. Данные характеристики обычно подтверждаются соответствующими сертификатами, которые предоставляются поставщиком лакокрасочной продукции. А зачем нам, собственно, надо варить по грунту? В случае использования нахлёсточных соединений мы не можем прокрасить готовые изделия так, чтобы в зону перекрытия попала краска. То есть, по сути, остаются зоны незащищенного металла в местах нахлёста. Это и есть причина появления тех самых легендарных ржавых слёз. И решить эту проблему можно окраска изделия с шоп-праймером до сварки. Шпатлёвка. Шпатлёвка используется для выравнивания глубоких неровностей на поверхности металла. Шпатлёвки подразделяются на длинные и короткие. Длинные шпатлёвки сохнут долго, что позволяет нам работать с ними на больших поверхностях. Чаще всего они используются в вагоностроении. Короткие шпатлёвки, соответственно, сохнут достаточно быстро и позволяют технологично устранять небольшие дефекты на изделиях. Хорошая шпатлёвка должна хорошо шлифоваться, а также быть достаточной эластичной, чтобы не трескаться в случае возможных вибраций или деформаций поверхности. Филлер или наполнительный грунт. Данный вид грунта используется только тогда, когда необходимо добиться высокой декоративной глянцевой поверхности. Его основной функцией является выравнивание шагрения и устранение рисок, которые образовались от шлифования предыдущих слоёв. Данный грунт является последним слоем перед нанесением последующих декоративных финишных слоёв. Хороший филлер должен обладать одновременно следующими характеристиками. Он должен отлично шлифоваться через короткое время после нанесения. Если же грунт начнёт наматываться и повреждать поверхность, то устранить эти дефекты уже будет просто невозможно. Хороший филлер должен также обладать антикоррозионными свойствами, так как когда мы шлифуем первый грунт, у нас могут появиться проплешины голого металла, и как раз такие зоны филлер должен защитить от коррозии. Базонесущее покрытие или просто база? Представьте, вам нужно покрасить изделие в несколько цветов. Понятно, что нам надо будет укрыть маскировочной плёнкой все предыдущие слои эмали, прежде чем нанести на поверхность новый цвет. А такая плёнка приклеивается с помощью всем известного малярного скотча. Однако здесь есть одна проблема, что нам нужно дождаться полного высыхания эмали перед тем, как наносить этот самый малярный скотч, иначе когда мы будем его удалять, останется характерный след. А эмали сохнут достаточно долго, обычно от трёх и более часов. И тут на помощь нам с вами приходит такой лакокрасочный продукт, как база. Главная функция хорошей базы — это сушка, которая обычно составляет 15-20 минут при комнатной температуре, что позволяет практически сразу производить процесс маскировки после окраски. Главное отличие базы от эмали заключается в том, что у базы абсолютно нет никаких защитных свойств. То есть, по сути, если мы её оставим не перекрытой финишным лаком, то она выгорит буквально за неделю. Поэтому любая база перекрывается прозрачным финишным лаком. Лак — это финишный слой лакокрасочной системы. Как правило, лак всегда наносится на базу, но иногда он наносится и на эмаль с целью поднять её декоративные свойства. Хороший лак должен отлично растекаться и наноситься без шагрени. Не желтеть и не терять блеск во время своей эксплуатации. Быть устойчив к абразивным нагрузкам, а в некоторых случаях ещё и обладать антиграффити эффектом. И на этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы на них ответим. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующем выпуске!